Здравствуйте! В прямом эфире новости на Саха 24 в студии Юлия Великодная. Алроса в 2017 году увеличила добычу алмазов на 6% по сравнению с годом ранее до 40 млн. карат. При этом выручка от продаж алмазов составила свыше 4 млрд. долларов. Как отметили в компании, несмотря на прекращение работ на подземном руднике «Мир» в связи с аварией в августе 2017 года, годовой план выполнен полностью. Этого удалось добиться за счет увеличения добычи на других объектах компании. Якутский флот на завершающем этапе подготовки к навигации. В Жатаю продолжают выморозку судов. Прямо на реке пропиливаются майны и ремонтируются винтовые и рулевые части кораблей. В этом году проблем с финансированием нет. Запасные части для замены закуплены в нужном количестве. Выморозка сейчас прошла уже где-то у нас на 62%. Работает бригада у нас из 20 человек. Нынче погодные условия в этом году очень холодные. Для выморозки это очень хорошо. Мы идем с обережением графиков. Но другим структурам, как котельно-сварочным работам, крановое хозяйство все встает. Мы до 40 градусов только можем работать. Доставка топлива в Среднеколымский район под контролем правительства. Сегодня состоялась видеоконференция оперативных штабов руководства региона и муниципального района. Напомним, накануне до села Сватай было доставлено 15 тонн угля. Остаток топлива котельной села Сылг-Итар составляет 23 тонны в селе Эбяг-40. Ориентировочной этого запаса хватит до конца января. Завтра ожидается очередная машина с углем. Как передал глава Среднеколымского района, на автозимниках много снега. Дорога пробита, но проезд для техники не обеспечен. За следующей неделей метеорологи прогнозируют оттепель. Поэтому графики дорожных работ и перевозки будут пересмотрены. По плану открытие автозимников запланировано на месяц раньше прошлого года. Сегодня утром из города Среднеколымск выехала одна автомашина «Урал». На ней с грузом 9 тонн угля. В эти дни также сегодня утром 4 машины общим объемом 34,5 тонн выехали из города Среднеколымск по направлению села Аргахтах. И в эти дни также мы ожидаем открытия остальных автозимников по прочим направлениям. В городе Среднеколымск работает оперативный штаб, который ежедневно принимает оперативные решения. Ситуация находится под полным контролем. Вопрос проезда грузовых машин по участке дороги, находящейся в собственности компании «Сургутнефтегаз», обсудили в поселке Витимленского района. Инициатором встречи с общественностью, предпринимателями и республиканскими СМИ по наболевшей теме стала нефтегазовая компания. С подробностями наш корреспондент. В частности, разбиралась конфликтная ситуация, возникшая с предпринимателем, владельцем хлебопекарни Виктором Мироновым. Его машина с продуктами не была пропущена через контрольно-пропускной пункт компании. Ведь до того, что им во время рейса по техническим причинам была заменена одна машина на другую, которая отсутствовала в списке автомобилей социально значимым грузом и правом бесплатного проезда. В итоге, из-за несоблюдения предпринимателем правил проезда по дороге, принадлежащей компании «Сургутнефтегаз», возник общественный резонанс, в котором компания «Нидропользователь» была обвинена в несоблюдении договоренности. Получается, вины компании в сложившем конфликте нет. И заместитель генерального директора озвучивает, что на количество рейсов для предпринимателей квота не установлена. Никаких квот, ограничений нет. Нам нужно три машины провести, речь идет о бесплатном проезде. А четыре, если нажимаем пять, значит три. Но предприниматель должен обосновать, что этот груз действительно является товаром первой необходимости. По-моему, тоже все понятно. В свою очередь, Виктор Миронов пообещал, что цена на хлеб, которая в процессе разногласия была повышена, станет прежней. В завершении совещания все участники конфликта подписали протокол, в котором каждый был согласен с принятыми решениями. Конфликт исчерпан. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК Саха, Ленск. Школьников пригорода будут возить по льготному тарифу. С 1 февраля якутская пассажирская автотранспортная компания проводит акцию для школьников с 5 по 11 класса, обучающихся в пригородах Якутска. Стоимость проезда в пригородных автобусах составит 25 рублей. Для получения специальной карты родителям необходимы фотографии, а также согласия на участие в акции для изготовления карты и бейджа ребенка. Все необходимое следует предоставить соцпедагогу школы. Акция действует 2 месяца. Для льготного проезда существует лимит 20 поездок в месяц. Энергетики Южной Якутии в режиме повышенной готовности. Причина тому – стоявшаяся низкая температура. Как ведется мониторинг и какие факторы влияют на бесперебойную подачу электроэнергии, узнавали наши корреспонденты. Бесперебойное энергоснабжение в условиях Крайнего Севера – задача ответственная и жизненно важная. В зимнее время нестандартная ситуация чревата большими последствиями. Они, конечно, возникают в полданском резкоконтинентальном климате, но энергетики стараются держать все под контролем. Ситуации возникают, но я думаю, из-за наших погодных условий, 3-6 часов – это самый крайний предел, когда можем себе позволить ориентироваться и устранять ситуацию. Низкие температуры, установившиеся в Якутии, привели к повышенной готовности энергетиков. Ведется активный мониторинг энергорайона, а ремонтные службы в любой момент готовы к выезду для локализации проблемы. С учетом того, что в некоторых энергорайонах у нас температура ниже 50 градусов, конечно, мы ввели особый режим работы нашего персонала для того, чтобы четко отследить все действия нашего оборудования и предотвратить какие-то нестандартные ситуации. Быстро реагировать на нестандартную ситуацию помогают современные технологии. Оборудование в Центральной диспетчерской Южно-Якутских электрических сетей моментально покажет и расскажет о причине и месте поломки. Это мнемоническая схема, которая позволяет нам отображать все те объекты энергетики, которые находятся в зоне нашего обслуживания. Это Невюргинские, Алданские, Томотские энергорайоны. Их состояние оперативное и позволяет производить, будем так говорить, дистанционное воздействие. Чтобы было понятно обывателям, это мечта каждого из нас иметь умный дом, управлять тем, что у нас находится в ведении, дистанционно. Вот здесь это все реализовано. По прогнозам синоптиков грядет потепление. Однако, как говорят энергетики, терять бдительность пока рано, так как повышение температуры способствует обледенению линий электропередачи, а значит не исключается форс-мажор. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Сахалда. В Якутске стартует второй этап электронной записи в первые классы. В эту субботу, 27 января, с 9 часов утра по местному времени, через портал образовательных услуг Республики можно подать документы для начала обучения в школе. Для этого необходимо свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность родителя, регистрация по месту жительства. Также дистанционно можно обратиться в головной офис «Мои документы». Неделю без холодной и горячей воды жители дома по адресу Очеченко, 27, целую неделю пытались дозвониться и достучаться до коммунальных служб. Крик о помощи был услышан через социальные сети и СМИ. Есть ли подвижки в решении проблемы, узнавал Дмитрий Тымыров. Вот воды с 15 числа вообще нету никакой. Мы не набираем в тазы, заказываем воду в бутылях, набираем в тазы, все сливаем в ведерко и носим на улицу. Слив тоже замороженный. Уже с 15 числа вообще никакой ни воды, ничего нету. Мы не знаем, как дальше жить нам. Итак, целую неделю. Из-за того, что нет горячего водоснабжения, трубы в квартирах промерзли. Жильцы дома устали от бездействия коммунальных служб. Говорят, что задолженностей по коммунальным услугам у них нет. Все исправно оплачивает. И вот такое отношение получает в ответ. У меня нету ни задолженности, ничего за квартплату. Я 7560 заплатил. За все, за коммунальные услуги, за все. У меня нет долгов. А для приготовления еды, стирки и всего остального используют покупную воду. О, магазин сказал. И вот дочка вам привозит такую воду и вы используете? Пользуетесь. А больше чем? Из батареи же не буду гладить? Чтобы узнать, в чем причина этой проблемы, мы решили позвонить в ЖКХ столичный и услышали от директора такой ответ. Там есть одна проблема, что там действительно это самое, ты хоть задвижки. Мне надо остановка, чтобы ТЭД встал. Они мне не дают остановку. Я уже третий день за ними бегаю. Ну, скажу я вам честно, она уже надоела. В свою очередь, диспетчер ТЭД подтверждает звонение в ЖКХ столичный. Действительно поступали в банк 2 января. На прошлой неделе вы реагировали. Подача холодного вода. Попросили на 11 часов, мы остановили, приехали. Они работу выполнили. Где-то в 15.00 ориентировочно мы запустили свое холодное водоснабжение. Однако, как оказалось, вода до кранов в квартирах не дошла. Лишь сегодня представители якутской ТЭДС приехали на место и обнаружили, что авария произошла в локальном теплообменнике, которую обслуживает ЖКХ столичное. Коммунальщики ЖКХ столичное впозже уже работали на месте, чтобы устранить проблему. На данный момент ТЭДС нам дает установочку. Будем отрабатывать данную проблему. Будем решать. Примерно когда решится? Ну, где-то часа полтора-два. Отработаем. Вечером уже у них будет помощь? Да, конечно. Зима – это тот сезон, когда мы практически все свободное время проводим дома. Надежда на уют и тепло. Коммунальные службы республики на подобные ситуации должны реагировать максимально оперативно. И помнить, что за окном минусовая температура. Дмитрий Демыров, Григорий Ословков, НПК САХ. И в завершении выпуска звания «Заслуженный врач России» получил хирург лоротделения Республиканской больницы номер 2 города Якутска. Наш корреспондент встретился с одним из лучших медиков страны. Не менее 38 лет стажа, высокий профессионализм и личные заслуги в медицине. Только те, кто соответствуют всем критериям, становятся заслуженными врачами России. В январе этого года людей с таким званием в Якутии стало больше. Прямо в день своего рождения, 24 января, по указу Владимира Путина «Заслуженным врачом Российской Федерации», стал лор-врач, не устроив Гаврил Гаврилевич. Радостный вес получил, что мне присвоили звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Я думаю, что это не будет ни первым, ни последним, наверное, человеком. Без моего родного коллектива, наверное, я бы не добился таких результатов. Гаврил Гаврилевич в 1980 году с отличием окончил медицинский факультет Якутского государственного университета. И с 1983 года он работает врачом-хирургом в Республиканской больнице номер 2. Хотел бы поздравить от всего сердца нашего врача, который сделал нам операцию и устроила Гаврила Гаврилевича. Профессию «Заслуженный врач» выбрал не случайно. Он родом из династии медработников Гаврила Гаврилевича и Клавдии Ивановны Неустроевых, которые всю жизнь проработали в сельской участковой больнице. В последующем именем его отца была названа участковая больница села Устатта. Я хочу поблагодарить Клавдию Ивановну, что она нам подарила прекрасного человека, прекрасного коллегу, ну и, конечно, хорошего врача для нашей Республики. У Гаврил Гаврилевича очень много благодарных пациентов. Тысячами операций он сделал в течение своей трудовой деятельности с успешными, хорошими результатами. По словам коллег и пациентов, герой Якутии получил звание заслуженно за многолетний и добросовестный труд. Хирург – благородная и ответственная профессия. Часто лишь хирургическое вмешательство, которое на профессиональном языке называют оперативным, может спасти самое ценное – человеческую жизнь. Кристина Якупова, Владимир Павлов, НВК САХ, Якутск. Участую у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с НВК САХ и САХ24. Еще больше информации на интернет-портале nvk.defisonline.ru. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok